Доброго времени суток! Рада вас всех приветствовать на своем канале. За сегодняшний день мир прямо бурлит о путешествиях двух президентов в разных направлениях, с разными взглядами, с разными результатами. Про президента России я сделаю расклад завтра. По одной простой причине, что его поездка еще до конца не закончена. А завтра мы с вами посмотрим, о чем было, может быть, удастся заглянуть за кулисы, о чем там были разговоры и о чем могли договориться. А сейчас посмотрим про полеты во сне и наяву президента Украины. В общем, не солоно хлебавшись, вернулся, я так понимаю, назад. Если вернулся, может, еще там торчит, не знаю. В данном случае это не важно. Все уже произошло. И произошло крайне неприятно. про НАТО сказали, что, в общем-то, и не светит никаким макаром, ни сейчас, ни позже. И, в общем-то, никогда. Итак, сигнификатор. Зеленский вот в этой всей ситуации, что с ним произошло, вот эта поездка, эти встречи. Пятерка Пентакли. Все ужас, кошмар. Русские победили. Там, вот видите, идет такое чудовище. Все бегут, все разваливается. Сам в дурмане полнейшем. Страхи, что делать, ничего не понятно. В общем, вообще-то, карта, можно сказать, практически нищего человека. Ну, вот, он, конечно, не нищий, но все, что он пытался сделать, ничего не получилось. Полный аут. Что же там произошло в Америке? Почему он не выступил в Конгрессе? Да, надежды были шикарные. Впереди маячил свет. Но он до этого света не дошел. Горько обиделся. И остался на месте. Кто-то там дальше пошел, пытался чего-то предпринять. Видите, вон там фигурки какие-то идут. К свету. Ну, а этот остался на месте. Перед ним очень круто стал маячить вопрос, жизнь или смерть. Ему придется... Его поставили перед выбором, серьезным выбором, что делать дальше. У него очень неустойчивое положение. И, скорее всего, ему сказали, что не надо выступать. Это не его решение не выступать. Он бы мог где-то, может быть, через гордыню переступить. А может быть, он был в таком состоянии, что его просто не выпустили. Всё, это наступил конец. Четвёрка мечей. Всё, конец всему. Остановка полная. То есть, всех попытки, все попытки у него закончились ничем. Он остался в гордом одиночестве, и все еще его и преследуют. И он это прекрасно понимает, понял, и поэтому, скорее всего, не стал выступать. Но вполне возможно, что был в таком состоянии, что выступить он не мог. Или ему не дали выступить, чтобы просто он дальше не позорился. Да, он, видите, для него был огромный удар. Он узнал результат. И, скорее всего, вот в этом каком-то дурмане или в страхах он не вышел на выступление с Конгрессом. Америка даст деньги Украине хоть что-то. Ну, идёт полное обнуление всего полностью. Америке нужно более устойчивое положение. Видимо, сами находятся в таком подвешенном состоянии. Может быть, что-то дадут, но это будет крайне низкая подачка и не сейчас. Будут ломать голову, придумывать, как обойти какие-то решения, чтобы всё-таки хоть что-то выделить. Будут пытаться. Какими-то обходными путями. И, в принципе, им, скорее всего, удастся. Но это будет не сейчас, это будет позже. И насколько это будет в тот момент необходимо, это большой вопрос. Что ожидает Зеленского после всего вот этого краха? Это реально крах. Я даже в какой-то степени ему сочувствую. Ему будет что-то предлагать, но он решит отказаться. Остаться, возможно, какие-то переговоры вести. А он решит, что он хозяин всему и всё в его руках, что он сам разберётся. Будет думать, 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 но ничего не придумает, потому что до конца не будет понимать вообще, что произошло-то на самом деле. Его попытаются поддержать, но тут уже башню снесло всё. Ему будут что-то говорить, но это будет лапша на уши. То есть его, может быть, будут пытаться успокоить. Кто-то, может быть, постарается максимально сохранить в отношениях с ним красивое лицо. Обещая то, чего не сможет выполнить. Каков итог для Зеленского? Скорее всего, что он уедет куда-то в хорошие места, где у него дом. И там для него очень многое закончится. А может, и сама жизнь закончится. Ну, его ждёт путешествие за границей, он, скорее всего, уедет. Я не знаю, вернулся он на Украину уже или ещё нет, но есть шанс, что он и не вернётся. Поедет сейчас в Англию. Нет, поедет в Германию, во Францию выпрашивать. И в конечном итоге окажется перед Новым Годом, перед Рождеством католическим в Англии. Почему-то вот идёт такое ощущение. Но посмотрим. Может, это мои фантазии? Да, ему путешествие, он, вынужденное путешествие, ему выпадает. И полное разочарование всего. Всё ушло, как с белых яблонь дым. Полное разочарование. Будет пытаться договориться, но не будет понимать, с кем. И события начнут очень быстро для него разворачиваться. Всё, что происходит, должно произойти. Настало время расплаты за всё, что было сделано. Есть ли угроза жизни его? Давайте так посмотрим. Я думаю, что он сможет этого избежать. Хотя разговоры об этом идут. Король мечей. Он, видите, без головы тут человек. То есть могут рубануть военные запросто. Но внешние силы какие-то извне. Скорее всего, ему это удастся всё-таки избежать. Но страхов он терпится много. Будет он в безопасности. Сможет уйти от каких-то преследований. Угрозы жизни нет. Хотя, вернее как, она где-то существует. Но ничего не получится. Ему ничего не угрожает. Удастся избежать этого. Ну и давайте посмотрим, давайте посмотрим, как политик, что с ним будет дальше. Он будет искать какие-то сейчас ресурсы на войну. То есть будет постоянно в каком-то поиске договариваться, пытаться с теми, у кого есть большое количество ресурсов. Ну, знаете, я так бы сказала. По своим, по сусекам поскрести, дома продать, виллы, яхты там, что там есть. Чё накопил-то? Продай, будут деньги. И, судя по всему, немало им. Так что вот так. Ничего хорошего его не ждёт. К концу подходит полностью его период правления. Всё идёт к концу. Но ещё попытки будут что-то найти. И те же американцы будут искать выхода, обойти свой конгресс для того, чтобы чего-то выделить. Всегда где-то что-то есть. У кого-то в загашниках каких-то лежат. Найдут какого-нибудь спонсора. Но это будут не те деньги, которые могли бы решить какие-то вопросы. Так что для Зеленского проект закрыт. Ну а всем нам желаю мирного неба над головой, чтобы это всё как можно быстрее закончилось. Жалко всех тех, кто сейчас на фронте. Конечно, не отбитых, не отмороженных, а обычных мужиков и женщин. Самая страшная женщина ещё страшнее, то, что подростков стали гнать не туда. Ой, господи, хотя бы это скорее закончилось. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя. Берегите своих близких. И до новых встреч. Берегите себя.